Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей, и вы находитесь на канале Guitar Mania. И сегодня у нас очередная распаковка посылочки из магазина Тома. Ну что ж, погнали! И не забывайте, что по промокоду Guitar Mania вы сможете получить 7% при покупке в магазине Strumke.ru. Кстати, я уже проверил статистику, и у меня там набралось около 1000 рублей, вы представляете? И благодаря вам я смогу себе заказать на халяву новые струны. Огромное спасибо всем, кто заказывает в магазине Strumke.ru по моему промокоду Guitar Mania. Да, естественно, там Harley Benton. Но какой? Многие, кто давно смотрит мой канал, кто постоянно следит за всеми видео, наверняка знают, что там именно в коробке. Вы все знаете, что для того, чтобы купить себе хороший Sindelkat, ну или Les Paul от Harley Benton, нужно брать именно модель SC-550. Но она стоит 226 евро, и для многих это неподъемная сумма. И очень-очень много народу спрашивают в комментариях, на стриме, а как модель SC-450. Я раньше ее никогда не советовал, потому что я думал, что SC-450 только одна модель, та, которая классик. Оказывается, их три модели. Classic, P90 и Plus Vintage. То есть в этой коробке SC-450 Plus Vintage. Та модель, которая классик, она вообще стоит, по-моему, 116 евро. Но у нее корпус из липы, у нее гриф из клёна, не помню из чего накладка, какие там звукосниматели. Но это SC-450 Plus Vintage. У нее корпус красное дерево, гриф красное дерево, накладка Power Ferro. Звукосниматель розов с отсечками и сделал очень красивый топ 3A, как заявлено на сайте. В отличие от SC-450, который классик. Но стоит чуть подороже, по-моему, 150 евро. То есть Classic стоит 116 евро, плюс Vintage 450 стоит 150 евро. Забыл, вспомнил. Ну а ту, которую я бы посоветовал брать в первую очередь, это SC-550, она стоит 226, по-моему, евро. На все эти гитары ссылочки я оставил в описании под этим видео, так что переходите, смотрите. Ну что ж, давайте распакуем и посмотрим на нее поближе. Я сразу скажу, что сегодня не будет обзора, сегодня только распаковка. Первое впечатление. И в конце этого видео мы попробуем ее даже послушать. Ну что ж, погнали. Да, кстати, многие будут спрашивать, а сколько дней шла эта гитара. Сейчас у нас очень необычное время, как вы все знаете. После заказа этой гитары на сайте она еще висела 2-3, может быть, 4 дня, я точно не помню. Там ее, как всегда, написано, что ваш инструмент настраивается. Далее, после того, как ее отправили, шла, если не наврать, по-моему, отправили 4-го числа, я вам вставлю скрин. А пришла она ко мне 16-го. То есть после того, как отправили, она шла ровно 12 дней. И, кстати, она очень быстро дошла до границы. Какое-то время висела на границе, я думал, может быть, с таможней какие-то проблемы. Но нет, она пришла за 12 дней, ну плюс те 3 дня, которые ее настраивали. И в итоге 15 дней, то есть чуть больше на 1 день, чем 2 недели. Ну, будем считать, что 2 недели. Я думаю, что это обычный срок, абсолютно такой же, как и раньше. Но, может быть, на день она повисела дольше в самом магазине. И то, это не факт. Как всегда, у нас вот такая здоровая коробка. В ней внутри маленькая коробка от самой гитары, в которой гитара. Здесь у нас скобы. То есть она склеена не скотчем, а такими огромными скобами прошита. Блин, скобы оторвал. Далее там вот куча вот таких бумаг. Для того, чтобы более плотно лежала коробка. Это что такое? Что это? Я не знаю. И внутри у нас вот такая коробка. Та коробка упала. Хорошо, что не та коробка, которая с гитарой. Так, ну здесь вот такая вот маленькая коробка, которая склеена всего лишь в одном месте скотчем. Сейчас разрежем и достанем саму гитару. Кстати, как-то мне кажется, коробка нелегкая. Я специально притащил стул, подставил. В общем, открываю. Впервые. Я еще не видел, что внутри. Вы увидите на камеру первое. Ба-бам! Завернуто все в прозрачную пупырку. Насколько я помню, раньше был другой материал оберточный. Не пупырка, а такой... Не знаю, как он называется. В общем, другой. Вы можете посмотреть распаковку этой гитары или же этой. Ссылочки я также оставлю в описании под этим видео. И, ну, в общем, другой материал, какая разница. Пупырка. Это тоже неплохо. Здесь куча пенопласта. Также здесь есть пакетик вот с таким проводом. Совершенно бесполезный, ненужный провод. Я вам его даже не советую распаковывать. Шуршалочка для того, чтобы влагу собирать. Спасайте мои гитары. И еще какой-то буклетик от магазина Томан. Окей. Давайте снимать. А, что-то опять выпало. Выпали всего лишь один ключ. Один шестигранник, который регулирует анкер. А почему он один? Слушайте, ну, глава уже очень красивая. Да, кстати, на 550 гриф, как мне кажется, был более тонкий. Здесь написано в спецификациях профиль C. И такая пимпочка пенопластовая. Ну что, друзья, вот такая гитара. На первый взгляд, мне кажется, что все-таки полоска. Она есть, но она не так ярко выражена, как на сайте нарисована. Сзади она выглядит вот так вот. Вот такие у нас колки. А что это? Харли Бентон. Квали эти гитары с 1997 года. Не написано, где сделано. Ну что ж, друзья, давайте сейчас я переставлю камеру, поменяю ракурс. И посмотрим повнимательнее и поближе эту гитару. Возможно, мы найдем какие-нибудь косяки. Итак, друзья, кратко вам расскажу об этой гитаре. Более подробно я вам расскажу про нее в полном обзоре. Как я вам говорил, это только распаковка и первое впечатление. Я на ней какое-то время поиграю, с ней побуду, посмотрю, изучу. И когда у меня сформируется мнение, я вам его расскажу в обзоре. Корпус красное дерево, гриф красное дерево, накладка Power Ferro. Как вы видите, инкрустация очень похожа на гипсон, такие трапециевидные. Трапеции. Колки в стиле гипсон делюкс, такие типа винтажные. Очень красивая голова. На голове окантовки нет. Есть окантовка на грифе, окантовка на корпусе. Здесь у нас наклеен шпон. Это, как там написано, 3A. Но мне кажется, что здесь рисунок не такой уж и четкий, чтобы его называть 3A. Конечно, на SC-550 там рисунок гораздо ядренее. И его лучше видно. Гриф здесь хороший. Такой, я бы сказал, гипсонский. Хотя написано, что профиль C. Но гриф, гриф хороший, мне нравится. На SC-550, по-моему, гриф другой. Здесь у нас два звукоснимателя Rosewall. И оба этих звукоснимателя имеют отсечки на ручках громкости. То есть, одна и вторая ручка громкости, пуш-пулы, включают отсечки на каждом звукоснимателе по отдельности. Я думаю, что это очень и очень удобно. 22 Lada у нас здесь. Гитара очень красивая. На мой взгляд, это самая удачная расцветка из всех SC-450. Это, по-моему, Lemon Burst называется. Там еще есть Tobacco Burst. В общем, перейдете по ссылочке, посмотрите. Я думаю, найдете. Проблем больших не будет. Голова, кстати, не как у гибсона. То есть, гриф сделан не из цельного куска. А голова, как на более дешевых моделях, вклеена отдельным куском. Ну, на мой взгляд, это хорошо. На звук, наверное, сильно не влияет. А вот на прочность вот этого места влияет очень и очень сильно. То есть, голова, как у гибсонов, отлетать не должна. Лады руку не царапают. Но если присмотреться, конечно, закатанные они так себе. Я думаю, что придется потратить еще 700 рублей и попросить мастера торцы ладов немножечко доделать. Ну что ж, друзья, по большому счету, мне, наверное, пока сказать нечего. Давайте с вами ее послушаем. Слегка, так скажем. И сделаем вывод. Кстати, многие спрашивают, правда ли, что эти гитары отстраивают перед отправкой. Что могу я сказать по поводу этой гитары? Порожек отстроен хорошо. То есть, струны над первым ладом. Высота, как мне кажется, такая, как нужна. Мензура? Мензура совершенно не отстроена. Мензуру надо будет настраивать. Высота струн настроена неплохо. Гитара не звенит. Но сейчас здесь где-то 1,7 мм. Я настрою чуть-чуть пониже. Даже если она слегка начнет звенеть, ничего страшного. Что еще могу сказать? Звукосниматели. Звукосниматели, высота звукоснимателя тоже настроена так, как это сделал бы я. Давайте сейчас послушаем звук на клине. Именно на хамбакерах. Сразу расскажу про цепь подключения. Это SLD. То есть, все, что мы будем слушать, это именно SLD. Далее он идет в Shift Line Cup Zone. Там накладываются импульсы. На чистом звуке у нас будет импульс фендера. На кранче мы будем использовать импульс маршала. На месовском тяжелом перегрузе мы будем использовать месовский кабинет. Ну что ж, погнали, послушаем хамбакеры. Это был NECO, бриджевый хамбакер. Все время путаю. Два хамбакера вместе. Теперь NECO. Нековый хамбакер. Можно слышать, что хамбакеры слегка подгружают. Мой чистый канал. Далее включаем отсечки. И теперь послушаем отсечки. NECO. Получается опять NECO. Бриджевый синг. Многие, кстати, спрашивают, что дает отсечка. Смотрите, вот звучит хамбакер. А вот отсечка. Далее центральное положение. Два хамбакера в отсечке. И NECO отсечка. Канал LID-1 SLD. То есть это как бы кранч-канал. И импульс-маршал. Отсечка. Слышите, фон пошел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Два хамбакера сразу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте две отсечки сразу попробуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красный канал SLD, импульс мест. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, что можно сказать про эту гитару. На первый взгляд, мне все очень нравится. Гитара красивая, сделана качественно, как мне кажется. Конечно, не без косяков, типа вот этих ладов, которые придется все-таки отдать мастеру и потратить на это тысячу рублей. Насчет звука пока ничего сказать не могу. Напишите вы мне в комментариях под этим видео, как вам звук. Давайте обсудим. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вас ждет много всего интересного, если вы не хотите пропустить полный обзор этой гитары. Также подписывайтесь на канал. Обязательно пользуйтесь промокодом GITARMANIA. При покупке в магазине струнки.ру огромное спасибо всем, кто это делает. Как я говорил, у меня там уже набралось на пачку струн. И это очень-очень классно. Я смогу получить, можно сказать, на халяву, эту пачку струн. Всем вам огромное спасибо. Подписывайтесь на мою страничку в инстаграме, потому что все, кто подписан в инстаграме, видели фотки этой гитары задолго, до того, как вышло это видео. Они даже увидели ее в первый же день. Я сфоткал коробку, выложил, потом сфоткал начало съемки, выложил. Я сейчас сфоткаю саму гитару, выложу. И буквально те, кто подписан на инстаграм, видят это все вместе со мной. Ну а меня зовут Сергей, и это канал GITARMANIA. Всем позитивного настроения. До встречи на ютубе.